Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Ну что же, у нас закончился турнир, мы с тобой забираем награды, естественно, Лига Мастеров 3 звезды была у нас. Так, я хочу проверить, ты куда ты лезешь-то вот сюда надо? Да, да, ребятушки, ну что, я скажу вам следующее, было много всяких голосов про Рокстеди, там кролики, классика был, я не спорю, ребят, все это хорошо, но все-таки люди поддержали и меня, а вы знаете за кого я хотел проголосовать, я хотел проголосовать за Мутагиноида, поэтому мы переводим его в платиновый ранг. Все, шикардос, теперь нам нужно будет его, естественно, прокачать, но это будет уже немножко позже и очень долго. На турнирной арене у нас будет разыгрываться, ребята, Рафаэль, так, ну а мы с тобой начинаем, ну, типа бусты, я, конечно, не уверен, что мы с тобой сможем сделать, потому что уже 2 часа прошло, ну, ребят, я встал, пошел в душ, помылся, Это где-то было уже в 3 часа, в третьем часу, думал, все, быстренько помоюсь, сполоснусь, ну, видишь, что-то я расслабился, киморнул чуть-чуть, все, как полагается. Вот, поэтому немножечко запоздал и, соответственно, это, конечно, может сказаться, а может и не сказаться на то, что мы с тобой очень быстро и легко будем продвигаться. Ну, я постараюсь, что мы все-таки... Нет, я даже не буду надеяться, это бесполезно, ребят, ни на что я надеяться не буду, будем играть, как играем. Все. Потому что как только что-нибудь ляпнешь, все идет наперекосяк, ребят. Ну что, да я думаю, тут на автобой все можно разрулить, нечего с ними. Упс. Это что сейчас был за фокус такой, я не понял. В плане, Бакстер Стокман выжил от нашего удара. Нонсенс. А почему мы так медленно с тобой продвигаемся? Вот, можно мне вопрос? Так, 11.12, по идее, по идее надо 12.13, но, как ты уже знаешь, вряд ли мне, конечно, тут такой подарок судьбы дадут. Вот. Нет, дали. Дали, друзья мои. 23 ранг. Я подожди, я не понял, а как Бакстер Стокман там мог выжить, извини меня, против 56 уровня? Для меня это секрет. Так, ладно, пока она в тобой, я хлебну водички, а то что-то с баньки хотел сказать, с душа сушничок дает. Ой, хорошо как. Свеженькая, холодненькая. Прям то, что доктор прописал. Ну что, двигаемся дальше, ребят. Все у нас тут отлично получилось. Так, ну что, элита. Элита. Ранг у нас 98, 12.13. 12.14. То-то и оно. Что-то, друзья мои, мне сегодня захотелось пивка выпить. Знаете, с чем? С хорошим таким ёршиком. Я вот думаю, может быть, сейчас я отыграю и пойду схожу за пивком. А под пивком, как обычно, ребята, может быть, меня на стрим потянет. Вообще, я хочу уже давно-давно открыть паки в игре, которая... Хотел сказать, которая называется. Арсений против зомби-героев. У меня там накопилось 1000 рубинов. Я даже тебе больше скажу. У меня почти накопилось 2000 рубинов. Там 1800 с копейками. И вот я думаю, может быть, на стриме это все дело добить. И скажу тебе, что очень тяжело у меня идет там продвижение. Потому что мета полностью поменялась. И ребята, ну, видимо, научились играть, я так понимаю. Такие комбинации порой выпадают, от которых я немножко даже в шоке. А самый, конечно, бесячий факт, это то, что невезучая рука мне выпадает постоянно. Ну, это же рандом. Как ты понимаешь? И... Как тебе объяснить-то? От тебя здесь мало чего зависит. Если рандом тебе не угодит, нужными тебе картами, да, нужной, так скажем, комбинацией, то хоть ты там лоб об стенку расшиби, ничего не поможет. Но противнику, как всегда, везет. Ну, это, знаешь, это можно так на всех орать, кричать. Также я, друзья мои, попробовал, ну, для второго канала, миссию. Ну, вы знаете, что я киндомраж, королевская лихорадка начал заново проходить. И там мы с тобой прошли основную линию за людей, да? Ну, не за людей, а я имею в виду, уничтожили, типа, человечество, захватили замок и перешли в лес. Ты не представляешь, я не могу даже первого уровня пройти. Я решил подсмотреть у себя на канале, как же я проходил на мобиле. А оказывается, на мобиле же была такая, ребята, штука. Ты зарабатываешь сердечки, да? И кристаллы, кристаллы. И эти кристаллы ты мог тратить. Ты мог потратить их, например, на полное уничтожение врагов на карте, да? Мог восстановить себе здоровье базы и так далее, и так подобное. На ПК такого нету. Поэтому, друзья мои, я буду там пыхтеть до посинения. Но мы все равно с вами пройдем. Мы пройдем... А знаете почему? Потому что, ребята, скоро выходит пятая часть. Она выходит, по-моему, в июне или в июле. Kingdom Rush 5 часть? Нет, это будет у нас уже шестая часть. Называется, она будет Kingdom Rush Alliance. Вот. И мне просто захотелось освежить, так сказать, память по этой игре. И поэтому мы пройдем с тобой этот. Потом мы будем проходить... Kingdom Rush 5, который у нас идет пошаговый. Да, я знаю, что он многим не зашел. Но мне хочется пройти, потому что я в свое время играл на, опять же, iPad. До того, как все это у нас запретили. Ты знаешь, о чем я говорю. Вот. А пройти я ее до конца не прошел на iPad. То есть... Теперь я взял ПК-версию и буду ее бомбить на ПК-версии. И пройду, надеюсь, полностью. Также... Еще одна стратегия. Dark Age. Помнишь такую? Dark Age, по-моему... Нет, не Dark Age, а Tower... Подожди. Tower Age. Короче, где первобытный, ребята? Tower Defense про первобытный строй. Мы давно в нее когда-то играли. Потом... Она еще была в то время в ранней версии, да? И там очень много недоработок было. Они теперь ее всю сделали полностью. Она уже давно-давно вышла в релиз. И тут я про нее вспомнил. Но единственное, что я хотел начать все заново. А там нет такой, ребята, функции. Все заново. Нет, ты можешь проходить первоначальные миссии... Сам. То есть, ну, на свое желание. Но чтобы именно начать все с нуля, сбросить прогресс, я такого там не нашел, к сожалению. И вот я сижу и думаю, а почему бы нам ее не пройти? Там осталось, по-моему, 4 или 5 уровней. Единственное, что, конечно, очень сложно сейчас вспомнить, какие юниты что делают, какие мобы и какой урон наносят, где ускорение. Ну, в общем, вот такая вот... Как-то сказать. В общем, нужно вспоминать всю стратегию игры. Вот. Что еще планируем? Планирую, ребята, наверное, на днях в ближайшее время... Помнишь, мы играли с тобой в «Звездный десант» игру? Это я все говорю, ребята, про наш второй канал. Там, где игры на ПК. «Звездный десант». Дополнение-то я уже давно-давно купил. А я смотрю, там еще, по-моему, новое дополнение скоро будет выходить. Поэтому давай-ка мы, наверное, с тобой как-нибудь соберемся и попробуем поиграть в нее. Ну, проходить хотя бы. Посмотреть. Там новая раса будет. Мы играли в первую за десантов, за людей. Вторая, по-моему, тоже люди. Но там какие-то немножко... Не знаю, в чем там изменения. Надо смотреть. Это уже надо в игру заходить. И там уже будем наблюдать за этим всем прогрессом. Также, как я уже и говорил, Outlanders. Что-то потянуло меня на стратегии. Ну, самое обидное, что у меня это очень быстро, ребят, перегорает. Тоже вот я начинаю нахрапом тут хапать, хапать, хапать. Все. А потом одна игра отлетает, вторая игра отлетает, третья игра отлетает. Потому что, ну, на самом деле, очень много времени проводишь за монитором. Что я делаю? Что ты делаешь за монитором? И устаешь сидеть просто-напросто перед ним. Мало того, что глаза устают, сам устаешь. И времени очень много на это, конечно же, тратишь. Так что все будем делать по... Блин, ну, что-то вообще с тобой как-то фигонько. Давай. Вот, мутагеноид. Красавчик. Бомбанул. Хотя бы двоих уложил, баяньки. И это уже плюс. Но тут, главное, не рассыпаться нам. Так, шинниками выдержала. А ну-ка. Так. Классический удар. Бомбанем. Кислотный плевок. Почему-то не повесил, конечно, постепенно урон. Или что он там, замедление делает. Я уже не помню, если честно. Давай я так вот плевок в душу. Пугать не будем. Давай ударим. Да, ну тебе, шинниками. Что это за... Что это за нищебродский урон, а? Со своим йо-йо. Я думал, там пробивной будет конкретный. А я тут пощекотал, так сказать, этого кабана. Или кто там у нас был? Монсорок. Так, 14-18. 14-18. Эй-эй-эй, давай, 14-18, я согласен. Так, слушай, а у них 43. А, мы уже все, ребята. Мы уже на 70 уровень перешли. Так что тут можно уже расслабиться полностью. Так, в Clash of Clans тоже надо будет зайти, ребята. Я накопил себе на пятого. Точнее, на четвертого работягу. Теперь у меня 4 строители. Надо будет зайти. Я тут зашел, начал снимать, снимать, снимать. Смотрю, опять, ребята, забыл поставить на запись. Ну, косяк за косяком, одним словом. Поэтому пришлось мне закругляться, как говорится, и ждать, пока у меня там все откатится. Чтобы уже приступить потом к серии. Но если я сегодня начну по легким, как говорится, пивным напиткам пробегаться, то минус 2 дня, ребят, минус 2 дня. Потому что у меня очень тяжелые, как говорится, от коньяки от этого дела. Вот. И лень. Развивается большая лень. Вот. Но расслабляться тоже иногда надо. Без этого, ну, никак, ребятушки. Ну, можно, конечно... Нет, ну, пиво... Почему пиво? Можно, конечно, коньяк. Но, ребята, это уже не... Как сказать, не для игр. Коньячок, уже сидишь где-то в компании, там, в одно лицо. А пиво я могу спокойненько попить, как, знаешь, как когда-то... Как коктейльчик. Вот. Зачем я вам это говорю? Я ума не предложу. Взял бы, просто сделал и все. Нет, вот надо проболтаться тебе, а? А может быть, пойду просто возьму, как говорится, залужу все это дело и брякнусь спать. Такой вариант тоже может быть. Вполне, даже более, чем вероятнее. Так, ну, давай крик души сделаем. Так, вполне здоровье отняли. Плюс удар. Еще удар. И ракеты. Вот, как-то так. Как-то так и никак иначе. Все великолепно получается. Мы перешли только лишь, только лишь, друзья, все угоны. Ты понимаешь? Мы перешли с тобой в Сюгоны. У нас уже бойцов практически не осталось. А мы с тобой только-только-только в Сюгоны зашли. Ну, дай бог, если мы зайдем с тобой, дойдем до Лиги Сюгонов в 3 звезды, это уже будет прогресс. В общем, о Лиге Мастеров можно забыть. Я тебе так скажу. О Лиге Мастеров можно забыть. И, наверное, надолго. Судя по всему, сколько мы с тобой уже в последний раз играем. И нам все, ну, вот, никак не дают. То, что мы хотим. Так, было 15-19. Я хочу, конечно, попробовать. О, 15-20 дали. Только толку-то мне от этого уже. 15-20-то они дают, а... Драться-то мне уже и неким осталось. Там на две ходки еще бойцов, и все. Плюс ежедневки, да, и плюс... Что у нас еще плюс? Ну, и плюс... Прокачка? В Драконах, в Санниках, Олухах тоже, ребята, вчера играл. Заходил, всех собрал, отправил. Там события намечаются. Намечаются события, но, опять же, через двое суток. То есть, сегодня сутки пройдут, завтра только лишь... Возможно, они уже откроются. Будем смотреть. Будем смотреть. Будем наблюдать, как у нас там это все будет. Я в любом случае сегодня зайду в игру. Не знаю, буду здесь снимать или нет. Надо будет собрать награды, которые у нас собирает беззубик. А ты знаешь, что мы собираем с тобой сумки. В общем, мы конкретно взяли с тобой для того, чтобы открыть уже следующего персонажа. А, и вчера, ребят, задание сделал невзначай. Это у нас... Помнишь, было задание, где кипятильник должен был собрать древесину или рыбу? Я сделал его, блин. Ну, уже записывать, конечно же. Я играл за кадром. Записывать уже, естественно, поздно включать на запись. Там, короче, продолжается линейка заданий. Поэтому, может быть, посмотрим, что там они... Что они там нам предложат. Блин, 16-21 есть конкретно. Все нормально, ребята. А бойцов у нас... Раз, два, три, четыре. Пять. И тройка еще остается, да? Еще троечка остается, ну, ладно. Так, ну, Лапекс, по идее, должна сейчас их всех вынести. Уровень у них кислый. Не тут-то было. Не тут-то было, ребят. Лапекс. После своей атаки она автоматически на себя вешает дыба в понижении атаки. Несправедливо. Это как и... Это то же самое делает у нас кто? Супер Шреддер, да? Он после основной атаки массовой, он сразу на себя врубает. Тоже, по-моему, ослабление атаки. Ну что, три последних бойца. Я думаю, что нам этого хватит, чтобы перейти просто в Лигу Мастеров, Три Звезды и все. Это максимальный предел, который нам будет доступен, к сожалению. Ну что, давай, влупляй. Чего ж там. Бензай, тучи. Все, друзья мои. Прекрасно. Так, ну что, остается у нас с тобой ежедневное задание. Вот это фокус. Ребята, в первый раз я дохожу до Лиги Секунда Две Звезды в день. В день отката. Обычно три звезды, но хоть как-то добираемся. А тут вообще не получилось. А почему? Мы всех отыграли, друзья? Точно? Это что за фокус-то такой? Я не понял. Да, слабо. О, это очень, ребят, слабо. Это очень. На слабейшее просто. Да, ну такого не было. Я даже, если честно, не помню, когда такое было, чтобы мы в Лиге Мастеров... Ну нет, я понимаю, когда мы играем там во вторник, там в среду, добирались. Но когда в понедельник, в день буста, второй... Нет. Что-то не то. Ну что-то не то, ребят, я серьезно говорю. Такого не может быть. Вроде бы двигался по продвижению, ну там, за исключением, по-моему, двух или трех боев. Может быть, я что-то пока болтал, проглядел. Ну это, конечно, хреново. Очень хреновенько, я тебе скажу. Сыграли мы. Давай валуном пощекочим их. И остается у нас крип. Так, здесь прошли. Сейчас идем с тобой на... На фарм. Забираем здесь задание. И идем на фарм. Так, сложные, легкие бои. Ну это все понятно. В общем, друзья мои, что я тут прокачал? Я прокачал... Да ничего, по-моему, не прокачивал. Да-да, еще два уровня, ребята. Наконец-то мы с вами прокачаем нашего крысиного короля по фулке. А, я у Донателло, ребята, у Донателло прокачал навык. Вот этот вот. На пятую ступень. Так, ну что, нам нужно 10 ножей для пиццы. Поехали. Один нож есть. С ножами что, проблема, что ли, огромная такая? Похоже, что да. 10 ножей нам не видать уже, друзья мои. Офигеть, один нож получил и все. Ты посмотри, что делает. Ты посмотри, что делает. Они дают мне комикс какой-то вшивый, который мне нафиг не нужен. Да иди ты в пень. Это только второй нож получил. Их нужно 10. Третий. Четвертый. Ой, друзья мои, у меня очень быстро горят телепорты. Пятый. Пятый, шестой. Все, пиццы больше нету. Шесть ножей получил, ребята. А, семь. Семь ножей. Да. Что-то как-то вообще игра сегодня не пошла. Вот, серьезно, я говорю, вообще не пошла. Ну, никак. Немножко я расстроился, если честно. Так, а на испыталках, ребята. О, черепашья буря. А вам советую вот это испытание проходить, ребята. Потому что в нем вы будете зарабатывать вот этих вот. Роквола, Слэша, Кожеголовый и наш птенчик. Голубь Пит. Так, друзья. Ну, по-моему, все, да. На сегодня будем все закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok